Всем привет! Днепр на связи, 9 мая, 13.00. Ну что, друзья, имеем на данный момент? По информации от главы областной военной администрации Сергея Лысака, вчера поздно вечером были нанесены очередные удары по Никополю, применялись FPV-дроны и реактивные системы с залпового огня «Град». Поврежден частный дом, люди целы. Также он дополнил информацию по вечерним обстрелам Никополя и Никопольского района. Там были повреждены еще два дома и три сарая. И, к огромному сожалению, несмотря на то, что ночь для нашей области прошла спокойно, даже Никополь и Никопольский район обошлось без обстрелов. Уже утром очередной новый обстрел, тяжелая артиллерия оборвала жизнь жителей города Никополь. Двое погибших – это мужчина 62 года и женщина 65 лет. Также еще два человека ранены. Вот такие дела вследствие обстрела возгорания частного дома. Еще два повреждено, задето и пять многоэтажек, два магазина, рынок, газовод. Погибшие – к огромному-огромному сожалению. Мало того, также в Никополе вследствие удара дроном «Камикадзе» повредили пожарную часть. Повреждено само здание. Также два автомобиля служебных. Вот такие вот дела в городе Никополь. Что еще в новостном у нас формате на повестке дня? Глава Черниговской местной военной администрации Дмитрий Брижинский указал на то, что Россия планирует атаковать критическую инфраструктуру города Чернигов. Он просит жителей не игнорировать тревогу, обходить скопление людей и не находиться рядом с критически важными объектами. Вот такая вот информация от него. Ночь, друзья. Несмотря на то, что у нас было спокойно, Одесская область вновь была атакована беспилотниками. Конкретно речь идет о 20 по информации от «Евлаша», 17 из которых были сбиты. То есть имеем 3 официальных прилета. Никакой официальной информации по этому поводу я не увидел. По ночной атаке по Одесской области. Только вот эту информацию, что было 20-17 сбили. В свою очередь сегодня в Одессе и в Одесской области хакеры взломали спутниковое телевидение и транслировали практически по всех каналах парад Победы в Москве. Что еще у нас, друзья? Интересное заявление от главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина. Он указал на то, что если Россия захватит Часов Яр и всю Донецкую область, то россияне смогут продвинуться вглубь Центральной Украины. Также он указал, что мы этого не допустим и сделаем все возможное и невозможное, чтобы удержать Россию здесь, в Донбассе и восстановить кордоны на уровне 1991 года. Вот и все, ребята. Подходит к концу мое видео. Еще что интересно, в Одессе официально сегодня переименовали Екатерининскую улицу в Европейскую, а ранее Екатерининскую площадь тоже переименовали в Европейскую. Мало того, сегодня, вроде как официально, мы должны отмечать, праздновать День Европы. Напомню, что это в том году, 23-й год, 29 мая, Верховная Рада отменила и перенесла с 9 мая День Победы на 8 мая, назвав его День Примирения, Памяти и так далее. А вот 9 мая мы отмечаем День Европы. Ну, я себя европейцем не очень чувствую. Каву где-то в Вене и Венскую оперу посетить не могу по ряду причин. Поэтому все-таки 9 мая День Победы. Для всех крови, там яда, брыщущими из всех ваших отверстий, которые находятся, которые кричат, что все поры только 9 мая там отмечают День Победы и так далее, я вас обрадую или разочарую. К сожалению, у вас слишком низкий уровень интеллектуальных возможностей, способностей. Возможно, как и у меня, три класса образования научиться вы не хотите. День Победы России не принадлежит, как и русский язык, которым иногда где-то кого-то чем-то упрекают. Это, скажем так, достояние общественности. С этим нужно смириться, примириться и воспринимать адекватно и нормально. Так что, как-то так. С Днем Победы! Спасибо за внимание. Быть добру. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...